Сражение, переломившее ход войны. Именно такой была ожесточённая битва советских войск под Москвой. Одно из самых масштабных сражений за время войны по количеству участвовавших войск и по понесённым потерям. Около 600 щёлковских ополченцев, ставшие на защиту Родины, были переброшены в Боровское. Там они встретили первые бои, гибли и отступали. В ходе декабрьского контрнаступления 1941 года нашим войскам удалось значительно снизить ударные возможности немецких войск. Враг был отброшен от линии фронта на 100-250 километров, что дало нашей армии время на жизненно важную передышку. Щёлковский историко-кривический музей много лет занимается сбором документов, рассказывающих о подвигах героев-земляков. Один из них – Фёдор Иванович Афонин, житель посёлка Биокомбината. У музейных работников в распоряжении имелось только его фотографии из интернета, взятые, предположительно, из военных документов. А дальше – поиски по музеям Орла, Гатчины и Московской области. Это кавалер трёх степеней Ордена Славы. По-моему, он того заслуживает, чтобы мы знали о нём больше. И смогли в этом году установить контакты с его родственниками, проживающими сейчас на территории района. Получили интересные документы, газетные публикации, фотографии и некоторые другие. Жителю деревни Набережная в Щёлкове Рудольфу Николаевичу Плахину в 41-м было 16 лет. Участвовал в боях на 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. В 44-м в ходе операции «Багратион» в составе 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса в отдельной зенитно-пулемётной роте подбил три вражеских самолёта. Ему, командиру расчёта крупнокалиберного пулемёта, трудно переоценить значение битвы под Москвой. По-моему, это самое грандиозное событие, которое, как говорится, повернуло ход войны. Ведь после этого сражения за Москву немец больше не пытался пойти на Москву. Музыкальную презентацию представила межмуниципально-районная библиотека. К 75-летию Московской битвы её сотрудники издали библиографическое пособие «Мы под Москвой встали насмерть». Оно о щёлковцах, ушедших на фронт, включает список фильмов, рассказывающих о подмосковном сражении, и песен, через которые выражали свои чувства перед последним расставанием. Уникальные книги времён Великой Отечественной представила Московская областная государственная библиотека имени Крупская. Всего в ней насчитывается более 2000 раритетных изданий. Особое место занимают книги, посвящённые битве под Москвой и её героям. 28 панфиловцам, Зое Космодемьянской, Подвигах Тололихина и многих других. Небольшие по формату книги выходили огромными тиражами. Люди читали много, жадно, старались не пропускать ни одной новинки. Они и сегодня доступны современному читателю. По военным дорогам Подмосковья вот такие книги тысячными тиражами выходили в годы Великой Отечественной войны. Небольшого формата. Они помещались в рюкзаке солдата и офицера. Но с ними в бою было теплее и надёжнее. Книги печатались буквально в течение нескольких дней. То есть один день книга набиралась, другой день она печаталась, потом пачки формировались и отправлялись на фронт. Поэтому книги военных лет очень легко узнать по их внешнему виду. К 75-летию битвы под Москвой Центральный государственный архив Московской области и Главное архивное управление Подмосковья выпустили двухтомник «Московская битва», «Народный подвиг во имя Победы», «Свидетельства», «Документы», «Материалы». В ней впервые опубликованы 178 документов о том, что представляла собой Московская область накануне войны, чем жили люди, как перестраивалось Подмосковье на военный лад. Даны описания битвы под Москвой, воспоминания солдат. Имена и географические названия, в том числе поселений Щелковского района, для удобства сведены в единый указатель. От жителей, наверное, от тех людей, которые внесли свой вклад и в победу, и в восстановление нашей Родины после Великой Отечественной войны, я бы хотел поблагодарить всех наших краеведов за те дела, которые вы делаете. Александр Шалыгин вручил щелковским краеведам памятные медали 90 лет города Щелково. Собранные ими материалы для округлого стола будут опубликованы на сайте Крывического музея. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Терядио, компания Щелково.